Привет, друзья! Я нахожусь в терминале Тинькофф Инвестиции. У меня сегодня по плану еженедельное пополнение брокерского счета под названием фонды, но я это сделать не могу, так как Центральный банк сделал ограничение на торговлю российскими акциями и фондами в том числе. Получается, что сейчас торги на московской бирже приостановлены, и я не могу никакие фонды приобрести. Но торгуется валюта, соответственно, можно приобретать валюту на брокерском счете, так и продавать ее. В Тинькофф Инвестиции доступно всего 8 валют. Это доллар, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк, юань, иена, гонконгский доллар и турецкая льера. Здесь отображается доходность за день, небольшой баг в Тинькофф Инвестиции. Если мы зайдем, например, в доллар, то увидим, что за один день сегодня он прибавляет 8%, за неделю 38%, за месяц 53%, за полгода 61%, за год 58% и за все время с 2012 года примерно 300%. Тем самым обесценивание национальной валюты рубля налицо. Сегодня, кстати, был достигнут новый исторический максимум по валюте в размере 118 рублей 35 копеек 3 марта. Буквально каждый день мы видим новые максимумы и неизвестно, когда это все остановится. И мы вернемся хотя бы к комфортным прежним значениям по 70-80 рублей. А кто-то даже надеется на 100 рублей. Поживем и видим, как говорится. Буквально сегодня центральный банк выпустил предписание, по которому брокеры теперь взимают комиссию в размере 30% на покупку валюты доллара, евро и фунта стерлингов. Тем самым, если я хочу, например, приобрести валюту по 100 рублей, например, за штуку, тем самым, купив один лот из 1000 долларов, нужно будет заплатить 30 тысяч рублей сверху. А так как доллар сейчас торгуется по 117 рублей за 1 единицу, тем самым, нужно будет заплатить более 150 рублей за 1000 долларов, покупая именно доллары на бирже. Это же касается и евро, и фунта стерлингов. Комиссия в размере 30% распространяется пока на 3 валюты и только для физических лиц. Покупка остальной валюты без изменений, можно покупать ее без комиссии. Сейчас я сделаю небольшой отрезок, где я на стриме продавал 5 долларов, чтобы посмотреть, нет ли комиссии на продажу. Смотрим. Давайте ради интереса, чисто по комиссии, я попробую продать, например, 5 долларов. Посмотрим, какая будет комиссия 30% или нет на продажу. Чисто по рыночной, я не могу продать по лимитной, потому что это от 1000 лотов. Я попробую по рыночной продать 5 долларов, например, да, вот давайте, по 114 и 4, например, да, вот, по 114 и 5. И посмотрим, комиссия будет по факту сделки, то есть какая комиссия будет. Вот нажимаю продать, продажа, так, сейчас посмотрим, продал я 5 долларов и вот. Смотрите, комиссия 23 копейки, то есть, так, это получается, да, получается на продажу нет 30%, у меня 0,04 комиссия, 0,04 согласно тарифу трейдер. Получается, продавать можно без комиссии, вот, это только на покупку. Вот, здесь, конечно, комиссия отображается 0, надо перезагрузить терминал, потому что не всегда отображается. То есть, на продажу комиссии нет. Вот, это чисто ради эксперимента сделал. Вот, комиссия 23, вот, отображается. Продал по 114,4, 5 долларов. Чисто вот ради эксперимента вам показал, что у брокеров можно продавать без комиссии. Но продавать или нет, это выбор каждого. Я не знаю будущего, доллар будет там 120, 150 или будет 100. Я вот не знаю, просто вот показал, попробовал на 5 долларов. Получается, да, только на покупку комиссия. Друзья, когда откроются торги на московской бирже, я, конечно же, буду пополнять и в дальнейшем покупать фонды на московской бирже. Поэтому всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и хороших инвестиций, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok